Доброе время суток, дамы и господа! Вы находитесь на канале Project S, и это первое прохождение игры легенды Sonic Adventure 2. Именно эту игру из всей линейки игр о этом ёжике фанаты считают самой лучшей, и по сей день. Для меня же она тоже является таковой. Если ты в неё не играл, значит так и не познал, что ж такое Sonic на самом деле. Сегодня я решил выбрать русифицированную версию игры, которой не было в 2001 году. Благо, хоть через 10 лет её портировали на ПК. Лучше уж поздно, чем никогда. Досматриваем интро и вперёд! Первое, что радует в этой игре, музыкальное сопровождение группы Crash 40 Live and Learn. Живи и учись! В начале перед нами две ветки одной общей истории. Я буду чередовать их, чтобы ты мог видеть целую картину свежим глазом. Сигма Альфа-2 отправляется на юг через весь город. В пути всё идёт хорошо. Это диспетчерская вышка. Мы у нас на радаре. Это лошадь из состояния заплаченного езжа на порту. Приём. Это 10,4 груз безопасности на порту и... Что? Повторите, что же пропал. Он вырубил всех на порту и... Что это такое? Ответьте, приём. Взобри. Ты хоть думаешь, что делаешь? Взять отвои езжа. Кстати, о низко-бюджетных полётах. Не еды, не фильмов. Я сваливаю отсюда. Мне больше нравится бегать. Ага, меня даже в детстве смущал этот момент, как Соник не превратился в лепёшку после такого прыжка. Игра-то детская, но мало ли, ребёнок с балкона сиганёт ещё. Экап первый. Побег из города. А ну начнём. Очень крутое введение в уровень с этими скольжениями и трамплинами. Хоть и не играл столь лет, а руки помнят. Помнят! Пародия на сноуборд закончилась, и нас вводят классические режимы бега. Дети, не повторяйте такие трюки в реальной жизни. Это небезопасно. Хоть и круто. А ничего страшного, что Соник сбил трамвай. Подумаешь, шалит малыш. Ой, сейчас будет ненавистное мне место. Ну вот, даже спустя годы я здесь туплю. Ай, эффект уже не тот. Летим дальше. Опять сбил машину. Подумаешь, а в детстве ведь даже не замечал таких мягкостей. Дорогие мапперы Source Engine, заметьте, что тут нет проблем с открытым пространством. Я видел залайканный ковид в группе с просьбой снять ролик на тему оптимизации. Но, что вы еще хотите? Я уже сказал о хентах, о фанквол, о фанклод, обрезке рендера на дистанции. Ой, ну разве что о 3D-скайбоксах до тумани ничего не было. Хорошо, я и об этом расскажу в скором времени. Если это вам как-нибудь поможет. Кстати, в этой игре возможен апгрейд персонажей. Почти на каждом уровне, ну, уровне, фу, заговариваюсь, простите. Можно найти надеваемый на героя предмет, дающий дополнительные возможности для гейплея. Ну, ты это увидишь чуть-чуть позже, в другом видео. Жик-жик. Обивал я шишки, пробуя это повторить в реальной жизни со своим братом. И начинается финальная часть уровня. Побег от охренительно здорового грузовика. Сколько раз я тут умудрялся фейлиться и умереть. Это ж просто жечь какая-то. Ну, и сейчас-то, конечно, уже закрытыми глазами это все проходит. Ну, вот и все. Уровень пройден. После каждого левела ставится оценка от А до Е. А сейчас вряд ли А выпадет. Скорее, Б, может, С. Это отличный результат. Счетчик пройденных испытаний. Вот уж и ночь в городе. Эти догонялки мне надоели. Я ухожу отсюда. Хм. Наконец осмелился появиться, а? Окей. Иди сюда. Падет Икфу докладывай в штабу. Нарушитель обнаружил. Поняла. Ну, это совсем простенько будет. Даже без апгрейдов. Лови иголку. И еще лови. Хоп. Успел, успел. И еще разок. Готов кондитер. Эй, парень. Осторожно. Все началось с этого. Измрут, содержащий невероятную силу. Это же! Измрут хаоса! Теперь я знаю, что происходит. Военная жиблишь, перепутав тебя со мной! Перепутали? Дальтоники, что ли? Что ты собрался делать с этим изумрудом? Скажи что-нибудь! Ты, большевый еж! Хаос. Контроль. Слоу-моушен и еще до того, как стал мейнстримом. Вау! Он быстрый! Эй! Это не скорость! Вероятно, он использует измрут хаоса! Меня зовут Шэдоу. Я самая совершенная бомба жизни в мире. Нет времени для игр. Сборщик! Шэдоу! Кто он такой? Не двигайся! Ставь на тебя, я ишь! Подними! Ну вот, капец! Ну а на этом счастливом моменте я буду заканчивать первую серию. Если тебя не стошнило, ставь лайк и жди меня, я вернусь. Только очень жди. Субтитры делал DimaTorzok